Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале в очередном влоге. Я проснулась сегодня рано, но так как на камере не было зарядки, пришлось начать немного поздно. Вот все пишут в комментариях, что Айка, в конце влогов обязательно прощайся. Но почему-то именно тогда, когда, например, я завершаю свой влог, я думаю, блин, надо ещё это снять и ещё то. Поэтому, извините меня, мои влоги будут обрываться, потому что я не знаю, в какой момент закончится интересная жизнь, которую можно показывать. Что я сейчас вам хочу показать? Сейчас пришёл наш сосед, и вот здесь нам косит траву, естественно, не бесплатно, но чтобы здесь не было у нас всякой утвари. И тут бабушка. Короче, красота здесь. Всё это он косит аккуратненько. Вот этот вот звук как раз-таки с огородом. Больше всего я переживаю за Твиксика, потому что у него температура, ушки горячие, носик горячий, не мокрые совсем, лапки очень горячие, и он ничего не ест. Я не понимаю, почему. Что тебя не устраивает, красавчик? Что не так? Свежий воздух, много живности. То ли он здесь мышек ловит или что-то ест, то ли он болеет. Вот понятия пока что не смогла. А ещё вчера я легла спать с мамой в другой комнате, в её комнате. И мама открыла окно, а рядом с окном там есть дерево. Хоть мы и спим на втором этаже, как раз такие кончики дерева соприкасаются с окном. И тут мама мне говорит посреди ночи, Айка, у меня такое ощущение, что кто-то по мне ходит. Я просто, знаете, чисто с прикола включила фонарик на телефоне, посветила, и у меня был просто шок. Вот такая вот стрекоза, или я не знаю что это, зелёного цвета, огромное существо. У меня такой крик был, такой ор. Я была в шоке на самом деле. Быстро закрыла дверь в этой комнате, выбежала. У меня мама вообще не боится насекомых. Она просто взяла подушку, убила это животное, оставила открытым дальше окно и продолжила спать. Прикиньте, у человека железные нервы. И вообще отсутствует страх. Я пришла в эту комнату, закрыла просто всё. Бабушка тоже везде в окнах, у неё здесь сетки максимально просто. Защита максимальная, так скажем. Я легла спать здесь. Здесь очень комфортно и безопасно, по крайней мере. Спала я очень хорошо и крепко. А ещё мы вчера поджигали ос, поэтому здесь надо быть аккуратней. Осы здесь разъярённые, поэтому надо быть аккуратней. Вчера их мод. Вот этим вот средством мы поджигали их вчера. За долгое время, в первый раз, делала себе более-менее симпатичный макияж. Потому что мы сегодня идём к тёте. Я надела вот это платье, в котором была как раз-таки вчера. Мамочка тоже нарядилась, и мы сейчас ждём такси. Такое освещение странное. У меня такое ощущение, что мешки под глазами. Почему-то камера очень плохо передаёт реальное изображение. Насколько я симпатичная сейчас. Камера совершенно не передаёт. А какая мамочка нарядная, я вам не покажу. С Наташкой, да? Восмосом, да, Катаракима? Жара стоит ужасная. По дороге мы закупились разными вкусняшками. Мама, это ты купила или тебе положили в подарок? Положи. Это, видимо, магнитик такой на холодильник. Но нам не нужно, мы на борт убираем из холодильника все магниты. Мама говорит, это антитренд, дай-ка. Она в ТикТоке начала смотреть одного блогера, который рассказывает про тренды, дизайн. Что модно, что не модно. Здесь конфеты, здесь подарочки. И мы такие нарядные. Мы проехали деревню, в которой родилась моя мамочка. Нет, я не родилась здесь. Не родилась в Хракупал? Нет, не Хракупал. А где? Я была там, я была. Омушам. Да-да-да, Омушам. Мы тут уже на месте, пьем чаек. Мама сразу за вареньем. Нашла тут вентилятор. Ой, веер, веер, извиняюсь, ребят, веер. Сейчас будем пить чай. Это наверх поднимается, или как? Просто на сторону. С самого отбирая. А, она. Так, они уже сидят. Я пойду во дворе, немножко вам покажу ситуацию. Я здесь много раз была, но с момента... Я здесь много раз была, но с момента того, как я отсюда уехала, очень много всего изменилось. Моя двоюродная сестра построила там домик. Они немножко отделились, построили такой классный поднавес. Кстати, можно сидеть и здесь, пить чаек. Вот, было бы очень даже удобно и комфортно. Просто в комнате, в которой мы пьем сейчас, там ветрено, и нету мух, которые прям затрали, если честно. Пришла сюда, и вы знаете, даже уезжать не хочется. Погода хорошая, хорошая обстановка. Ну, жалко, что вай-фай единственной нету, а так всё супер. Здесь прям рядом ещё моя двоюродная сестра построила дом. Хотя я вам уже говорила, да, об этом. Сейчас я направляюсь туда, посмотрю, они дома или нет. Надеюсь, что здесь собак нету. Вот на этой тачке мы приехали. Так, вам попонтуюсь немного. Надеюсь, что здесь собак нету. Здесь есть курицы. Это сено для коров. А это тот самый дом, куда мы направляемся. Вроде никого нету. Вроде, ребят, никого нету. Сваливаем. Здесь такие милые цветочки. Насколько я понимаю, это лилии. Надо тоже у нас посадить. У нас даже розы есть, просто за ним никто не ухаживает. А это телёнок. Смотрите, какой красивый. А! Всё ты смотришь своими глазками, серёжкой. Так, мы уже дома. Там я снимать, если честно, не стала. Хотя хотелось, но мне было как-то стыдно всех снимать. Возможно, они не хотят показываться в кадре. Но просто, чтобы меня не обидеть, согласятся на это. Поэтому я решила никого не снимать. Просто показать атмосферу и так далее. Сейчас я уже дома. Здесь бабушка развела костёр, как вы видите. И мне всегда было, кстати, интересно, что делают деревенские с мусором. Оказывается, у них есть мусорка. А так в основном стараются весь мусор вот такой вот сжечь и превращать в пепел. Вот так вот борются с мусором. Здесь такое ощущение, что кто-то хотел поджечь наш дом. У нас есть такой забор, который отделяет огород, получается, от двора. И здесь у нас розы. Правда, они сейчас не в самом расцвете сил. Смотрите, какой красавчик! Какой красавчик! Сейчас куча, лови, сейчас куча. Мой красавчик! Мой сын! Синя Кастя был дома. Как только я его позвала, он сразу прибежал. У кого такой сладкий сын есть? Смотрите, что делает. Соскучился. Соскучился. Ну, смотри, сладкий какой. Да, он очень сладкий. Сразу, как только приедем в Баку, буду тебя купать. Хорошо? Хорошо. Хорошо, как скажет хозяйка. Наверху был, на втором этаже. Я его позвала, я сказала, Твикс, Твикс, Твикс. Он такой, хо-хо-хо, я здесь. Я здесь, а где была ты? Я тебя столько искал, что никак не нашел. Завтра утром я уезжаю, поэтому уже потихоньку буду собирать чемоданы. Сейчас увидела кошку, мне прям так фигово стало. У кошки нет глаз. Они гноятся и не может открыть глаза. Хотела покормить, но тут начал Твикс постовать. Чуть не выгнал, точнее выгнал кошку. В общем, не получилось у меня покормить, ничего. Сейчас буду собирать чемоданы. Самое главное, не забыть ничего. В общем, я уже приступаю к сборке своего чемодана, так как завтра утром приедет такси. И только сейчас я понимаю, что нахрена я взяла свою профессиональную камеру и не сняла ни одного мукбанга. Просто решила отдохнуть. Получается, я притащила его сюда и тащу теперь обратно. И кое-что из вещей. Вот эти вот брюки не носила. Вот эти вот маечки тоже, шортики. Придется таскать обратно. Только надо разложить нормально. Давайте еще вид из окна покажу. В общем, это наши соседи. Это наш дворик, где мы сидим, пьем чай. Я вам показывала. Орешки уже поспели. И там вдали виднеется школа. В общем, все обычно. Ничего такого сверхъестественного. Обратно придется увезти корм. Я думала, что Twix PS, оказалось нет. И зарядка от ноутбука.